Ваше объединение из Вениховска является одним из самых уникальных предприятий не только в нашей стране, но и в Европе. Это чемпион по выпуску лучшей продукции. Это комплексное предприятие, которое имеет все виды работ от поля до переработки конвейера транспортного и прилавка. Оно стало не просто лучшим, оно имеет мощную социальную базу, заботится о всех трудников, своих хозяйствах, ветеранах, детях, пенсионерах. Мы сегодня имели удовольствие посмотреть, как функционирует это производство и предприятие. Вы можете представить, что в 90-м году это было вполне преуспевающее хозяйство. В нем выращивалось 16 тысяч голов свиней. Сегодня 193 тысячи увеличили в 12 раз. Если брать последние годы, 8-10 лет, в условиях жесточайшего кризиса, это предприятие тоже удвоило объем производства. А в целом оно нарастило объем производства в 25 раз. Если посмотреть среднюю зарплату на селе, ну 10-12, максимум 15 тысяч. Здесь она равна почти 40 тысячам. Если подумать о социальных гарантиях и защите граждан, ну пища и продовольствие это главный продукт. В этом хозяйстве выпускают продукцию по советским стандартам. Каждый из работающих имеет возможность купить по советской цене 1 рубль килограмм 9 килограммов мясопродуктов на месяц. Вы обеспечите себя, семью и всех своих близких прекрасным продовольствием. Если посмотрите на состав, здесь великолепный состав работающих. И молодежи очень много, и люди опытные, все дорожат и гордят свои работы. А в социальном плане обычно из деревни бегут в город. В это хозяйство бегут из города. И бегут довольно интенсивно, в очередь стоять для того, чтобы устроиться на работу. Вот рядом Павел Николаевич Грудинин, совхоз имени Ленина под Москвой. Непосредственно примыкает к кольцевой дороге, которая идет вокруг Москвы. К нему в совхоз записываются из города на работу и активно готовы трудиться и молодые, и пожилые специалисты. В целом это предприятие, которое может гордиться своими результатами одновременно. Оно уникально по системе организации. Здесь каждый является собственником этого предприятия. Здесь никто не имеет права иметь больше 3% акций. Здесь зарплата руководителя строго зависит от средней зарплаты по предприятию. На этом предприятии каждый работает на себя, свою семью, на общий коллектив. Здесь никому не выгодно воровать. Здесь выгодно создавать и одновременно получать необходимые гарантии, защиту и поддержку. Вы обратитесь к людям и поговорите с ними. Вы увидите открытые, симпатичные, приятные лица мясокомбината сложной производства. Вот вы проходили, я останавливался в каждом цеху и разговаривал. Они с удовольствием ведут беседу. Они говорят о том, сколько зарабатывают, как их дети, какие гарантии, какая поддержка. Сама другая атмосфера, атмосфера товарищества, справедливости, дружбы. Вы обратили внимание на центральной площадке, выступают народные коллективы. Приехали представители еще ваши и Мордовии, и Татарстана. Атмосфера совсем другая. Атмосфера та, которой может гордиться страна, коллектив, и которая нас не раз спасала в этой жизни. Владимир Иванович добавит. Да, действительно, впечатление большое у каждого, кто занимался в науке или в производстве. У нас здесь присутствует большая группа с Академией наук, профессионала, директора крупных научно-исследовательских институтов, которые, прежде чем стать директорами, тоже прошли путь производственников. И у них тоже яркое, большое впечатление. Ну, действительно, если говорить о количестве крупнорогатого скота, мы посмотрели сегодня 16 тысяч только бычков на откорме. Если взять еще почти 8 тысяч дойного стада, то мы видим это почти 24 тысячи голов крупнорогатого скота. Это тогда, когда страна ровно в три раза за 25 лет вырезала крупнорогатый скот. Пример этого народного предприятия говорит об обратном, что они многократно увеличили основные фонды в виде отрасли животноводства. Но одно дело, это количество крупнорогатого скота, поголовья свиней, а второе дело, это умное, грамотное содержание этого поголовья. Вот здесь как раз 219 закон работает, наилучшая доступная технология. Вот они опережают в этом плане все те экологические нормативы, которые мы ставим как задачей решать к 2019 году. У нас в этом плане сегодня крупные животноводческие комплексы. Вот 100 тысячное поголовье комплекса свиноводства равно по отходам, по экологическому воздействию на природу полмиллионному городу в 200 тысяч человек. 200 здесь поголовья свиней, это уже 400 тысяч. Да плюс, если взять еще 25 тысяч там, на семерку умножить, то мы видим, что в Риане, по идее, здесь более чем полмиллионного города. Поэтому управлять, вот по существу полмиллионным городом, содержа такое количество поголовья, конечно, это талант. Это талант. Не навредить нашей природе, не навредить человеку. Вот здесь эти проблемы решаются. Второе, что, конечно, впечатляет, безусловно, это комплекс и полный цикл производства. Здесь нет тех посредников, тех прилипал, которые оставляют в рознице на рынке сельхозтоваропроизводителя от 7 максимум до 25%. Если говорить о зерне, вот мы сделали глубокий анализ за последние даже 13 лет, 7,5%. И зерна делает здесь 50 видов продовольствия. 7,5% остается у человека, который производит зерно. А остальное всякого рода прилипало. Ну, конечно, приработка и торговля. Это не годится. А вот здесь, когда раскручен весь производственный цикл, здесь не уходит на производство зерна, вот эта посредническая часть. Здесь все идет, 70 тысяч только комбикормов готовят в своем кормонцеху. Здесь все идет, опять-таки, мясо, приработка. Это пример, как надо хозяйствовать, как не надо сегодня действовать правительству и нашему минсельхозу. Они сырье тащат, зерно за рубеж и радуются. Оттуда мясо, масло. Оттуда все завозят, там создают рабочие места, там прибыль. А мы показываем на примере этого хозяйства, как один человек, работающий сегодня непосредственно в производстве, дает 5-6 до 10 рабочих мест в городе. Это очень важно. И транспортники здесь, и та же торговля, и переработка. А потом там надо удобрение, и пошел весь цикл. 15 министерств завязаны. Это, конечно, впечатляет. Мы посмотрели технику. Геннадий Андреевич уже сказал о самой системе народного хозяйствования. Один к трём. То есть у нас есть глава, район разорил полностью, сам свои 150 тысяч получает, а безработных половина района ездит неизвестно куда. То есть Казанков может получать больше зарплату в три раза, чем в среднем у него по хозяйству. А у нас сегодня официально один к семнадцати. Один к семнадцати официальная статистика. А в Москве по нашим экспертным данкам один к сорока. Вот соцкульт быть. Многие другие вещи. Мы сегодня начали наш семинар с церкви. Кто её построил? Опять ваш коллектив. Здесь сочетание производства высоких научных, экологических, сберегающих хороших технологий с наукой. Семь кандидатов наук. Доктора наук работают в коллективе. Безусловно, мы хотим на этом примере показать, как сегодня надо хозяйствовать, почему необходимо помогать селу, надо разворачивать. И на примере этого хозяйства в целом вектор развития села. Вот сюда даётся два миллиона всего дотаций и то на возрождение брошенных земель. А он миллиард платит доходов. Налогов. Налогов. Ну, своих доходов. Он из своих доходов платит миллиард. Вы понимаете, какая несправедливость? А сегодня наши руководители, правительства говорят, мы уже чётко убедились, что надо субсидировать село. Вы не то, что субсидируете. Вы выгребаете пока из села. Да какие деньги? Павел Николаевич, Виктор Иванович, учитывая, Павел Николаевич, поделились, потому что вы, как крупные хозяйственники, имеете свой взгляд. И мне интересно даже очень ваше впечатление. Ну, они только положительные, не надо. Просто много цифр, которые сейчас назвал Владимир Иванович, они характеризуют только отношение к крупному предприятию. Если предприятие выпускает натуральную продукцию, оно может лжить, конечно, в любых условиях. Но, Вы, наверное, правильно сказали, без поддержки государства, без различной поддержки, так или иначе, мы все обречены на неудачу. Главной поддержкой государства должно быть, на мой взгляд, это повышение доходности производства через либо дотации, либо повышение покупательной способности населения. Я сегодня ходил, у меня такая мысль была, вот эту натуральную продукцию качественную, она должна быть дороже, чем некачественная, но продать ее людям, у которых доходы все меньше и меньше, конечно, очень сложно. И поэтому главное государство, как это было в Советском Союзе, это повышение материального обеспечения наших граждан. Нужно поднимать пенсии, зарплаты бюджетникам. Тогда эта продукция будет востребована, и тогда может появиться доход. Иван Иванович сейчас сложный, так же, как и мы, в условии. Когда мы производим натуральную качественную продукцию и проигрываем конкуренцию, какую-нибудь пальму, маслу или сосиски, которые делают неизвестно из чего. Мы сегодня увидели высокотехнологичное производство, когда люди в деньги вкладывают, естественно, модернизацию производства, социальную защиту населения, именно которое здесь живет, социальные вот эти вот программы, которые Ивана Ивановича развиты. Я тут ходил еще, слышал фразу, что тут культ личности Ивана Ивановича. Сергей Иванович, когда слышал, понимал, что культ личности. Но есть культ, но есть и личность. И благодаря вот этой личности, тому, что здесь происходит, видно, что мы можем в России, учитывая наши возможности к труду, а вы слышали, да, люди начинают в 6 утра работать, в 5 заканчивают и работают, и благодарны, что у них есть прекрасная, хорошая заработная плата, прекрасные условия труда, потому что я посмотрел, как бы там, готовки содержатся в каком состоянии. Поэтому мы все можем, нам нужно только дать возможность. Поэтому я восхищен. Ну, это еще раз один показатель, что у нас на всей территории России появляются хозяйства, и есть хозяйства, которые, ну, скажем, по старым принципам работаем, советские, которые выживают и готовы развиваться еще лучше. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я специально сюда приехал раньше на два дня с тем, чтобы такой спокойной, независимой обстановки, потому что Иван Иванович был занят подготовкой, но он мне дал возможность спокойно ознакомиться с предприятием. И, знаете, это предприятие уникально тем, что вот оно развивалось без всякой на то поддержки, поддержки от государства, без всяких каких-то посторонних вливаний. Все, что здесь сделано, сделано в первую очередь трудом руководителя Ивана Ивановича Казанкова и его команды. И за это им, конечно, в первую очередь Ивану Ивановичу низкий-низкий поклон. Ну, вы знаете, я разговаривал с людьми, и они вот некоторые встают 4 часа утра с тем, чтобы добраться из столицы в это хозяйство. Но я не увидел у них огорчения, не увидел у них какой-то, знаете, такой усталости. Люди довольны тем, что они здесь работают. И вот те условия, о которых здесь говорилось, это и заработные платы, это и то, что дается бесплатно 4 килограмма колбасы в месяц разной. И 5 мяса. 5 килограммов мяса. Это не кто-то им принес, понимаете, не кто-то им подарил. Это власть им это не подарила. Они это сами заработали. И сами зарабатывают. И мне, конечно, естественно, жалко, что вот местная власть, местная власть, не только не помогает этому хозяйству, а наоборот старается даже где-то, где-то навредить даже. Мне говорили, что по утра въедут, останавливают машины, которые развозят ежедневно 150 тонн переработанной продукции. Причем высококачественной. Конечно, это неправильно. Я думаю, что это все-таки должно и будет прекращено. Я просто хочу сказать, что Иван Иванович, он давно уже герой труда. Потому что столько он сделал, столько он делает, мы сами с вами видели, что он предстоит делать. Поэтому, конечно, такое хозяйство уникальное, уникален ее руководитель. Мне хочется, конечно, пожелать здоровья и успехов. Дмитрий Владимирович, пожалуйста. Безусловно, Иван Иванович, на мой взгляд, поставил жирную точку в дискуссии по поводу экономической модели, оптимальной экономической модели хозяйства именно в сфере АПК. Поскольку, безусловно, вот такая вертикальная интегрированная структура с хорошим ассортиментом, когда все до последней копейки в части создания добавленной стоимости формируется здесь. И налогооблагаемая база. Безусловно, эта модель, за ней будущее. И мы как раз тоже на Орловской земле сегодня об этом думаем. И, собственно, по этому пути направляемся. Прошла эпоха, наверное, просто вывоза за рубеж зерна или не за рубеж, а его надо перерабатывать через мясо, через молоко и доводить до прилавков. И только в этом случае есть гарантия устойчивого экономического развития как отдельно взятых предприятий, так и сельских территорий. А мы видим сегодня вот даже отсюда, я смотрю, дома. Наверняка здесь живут работники хозяйства. И по этим домам уже видно, что уровень жизни здесь высокий, приличный. Поэтому я, Иван Иванович, хочу только поблагодарить, что вы нам предоставили возможность посмотреть, познакомиться с вашим опытом. Мы его будем использовать в своей работе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова